Они еще очень молоды, но уже задумываются о глобальных проблемах и ищут пути их решения. Лидеры и активисты молодежных общественных организаций и стран Черноморского региона регулярно собираются, начиная с 2012 года. Когда эта идея возникала, создавалась, как раз была на повестке такая вот большая необходимость развития сотрудничества, узнавания культур друг друга, языков, традиций различных. Потому что, с одной стороны, нас объединяет Черноморский регион, а с другой стороны, здесь представлен очень большой калейдоскоп различных культур, стран, народностей. И не все имели возможность для того, чтобы взаимодействовать. Благодаря успешной работе форума уже удалось реализовать целый ряд молодежных инициатив. Так, некоторые страны Черноморского региона уже реализуют у себя проекты, за основу которых взяты программы Росмолодежи «Территория смыслов» и «Таврида». Будем обсуждать, как национальные советы могут продвинуться и сделать больше проектов именно в исследовании. Чтобы они не были только организаторами каких-то маленьких ивентов, но чтобы они пришли с инновационными проектами, с инновационными решениями каких-то проблем, с которыми встречается молодежь. А таких проблем немало. Многие молодые люди из стран Черноморского региона сталкиваются с трудностями при поисках работы. Поэтому в этом году на форуме особое внимание уделяют молодежному предпринимательству. Обсуждают и глобальные проблемы – терроризм, наркотики, болезни, изменение климата. К слову, в этом году по разным причинам на форум не смогли приехать представители Грузии, Румынии и Турции. Организаторы уверены, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, молодежь остается вне политики. Отчасти поэтому для проведения форума был выбран Сочи – город, где совсем недавно одна идея объединила все страны мира. Сочи является черноморским курортом, находится именно на побережье Черного моря. Также, как отметил мэр, в Сочи за последние годы очень преобразился. Это было связано с Олимпиадой. Честно говоря, я в Сочи впервые, но так как здесь живут очень много армян, я получал кое-какую информацию. И даже местные армяне говорят, что город очень сильно изменился и преобразился. Одна из главных целей форума в этом году – дать молодежи возможность быть услышанной. В планах создать постоянно действующую структуру молодежной сети стран черноморского региона. Конечно, наше черноморское сотрудничество очень важно, потому что и оно не менее важно для Сочи, потому что это один из главных регионов черноморского побережья. И мы хотим, чтобы здесь всегда было очень много различных гостей. И прежде всего, гостей соседей наших, чтобы они были довольны городом, довольны отдыхом в городе. И надеемся на то, что так оно и будет происходить. Форум продлится до 17 декабря. Его выводы лягут в основу программы на будущий год. Кстати, в 2016-м Россия будет председателем организации черноморского экономического сотрудничества.